Песня «Утешителю души истины, И живи с десы, И вся исполняй сокровища благим, И жизни подателю принестилися вны, И очистены от всяких скверных, И спаси, блажен душа наша!» Господи, благослови наше занятие! Прибудь с нами в этот воскресный день и не допусти нам уклонения, ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Благодарим Тебя, что сохранил это слово до наших дней, что люди перевели нам его и растолковали. Слава Тебе! Слава Тебе чести поклонения, Отец, Сын и Святой Духа! Аминь! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Евангелие от Матфея, 28 глава, 16 по 20 стихи. Слушайте внимательно! Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь! Толкование! То явление, о котором говорит Матфей, было после тех, о которых говорит Иоанн. Ибо Господь часто являлся им в продолжении сорока дней. То приходил, то опять уходил, а не всегда и не везде был с ними. Итак, верховные ученики вместе со всеми прочими последователями Господа поклонились Ему. Впрочем, могло быть и то, что и все сомневались, как действительно говорит о том Лука. Судя по всему этому, ты должен понимать так. Пришедшие в Галилею ученики поклонились Ему. Но эти же поклонившиеся в Галилее, прежде, как говорит Лука, сомневались, когда были в Иерусалиме. «Крестом своим я победил уже имеющего державу смерти». Подчинение бывает двоякое. Одно невольное, по которому все мы рабы у Бога, и по неволе, не исключая и демонов. Другое подчинение, произвольное. В таком смысле, например, Павел был раб Христов. Прежде, когда все оказывали одно только непроизвольное подчинение, Спаситель имел власть над всем только как бы в половину. Но после Креста, когда Богопознание стало доступным для всех, и когда все покорились добровольно, Христу прилично было сказать «Ныне я получил всякую власть». «Прежде я имел власть только отчасти, когда служили мне только невольно, поскольку я творец. Но ныне, когда люди служат мне свободно и разумно, мне дана уже всякая и всецелая власть». Кем же она дана ему? Очевидно, он сам ее принял, смирив себя до смерти и распятия. Иначе, если бы он не смирился и не сразился с врагом посредством Креста, то и не спас бы нам. Имя у трех есть одно – Бог. Следовательно, Троица есть един Бог. Сказавший, что крестить должно во имя Троицы, он преподал им богословие, а присокупивший, что должно учить и соблюдать заповеди, показал нам деятельную добродетель. Знай, что в окончании века он наполнил для того, чтобы побудить их еще более презирать опасности. Не бойтесь, говорит, все мирское, горе ли то или благополучие, будет иметь конец. Посему ни в горе не отпадайте, потому что оно приходит. Ни благами не обольщайтесь, потому что они кончатся. Впрочем, ни к одним апостолам относится обещание Господа быть с ними, но и ко всем вообще ученикам него. То есть, ко всем верующим в него и хранящим его заповеди. Потому что апостолы имели жить не до кончины века. Итак, Господь обещает свое пребывание до скончания века и нам, и тем, которые будут после нам. Однако не в том смысле, что до скончания века будет, а после скончания не будет. Нет. Тогда-то особенно и будет пребывать с нами, и притом яснейшим образом. Ибо речение до, где не встречается в Писании, не исключает того, что будет после. Говорит, я с вами до скончания века, это не значит, что век кончится и Христа не будет. Возблагодарим же Господа, пребывающего с нами здесь, нам ныне доставляющего всякое благо, и еще совершеннейшим образом делающего пребывать с нами в бесконечные веки, ему подобает всякое благодарение и слава и честь во веки веков. Аминь. Аминь. И Игнатий Тихонович Лавкин дает комментарий к словам Блаженного Фитфилакта, что Христос повелевает крестить, учить и соблюдать заповеди, и что это встречается все в Писании. Писание об этом говорит. Итак, комментарий. Если бы кто-то сказал апостолам, не говорю Христу, что придет такое время, когда называющие себя служителями Христовыми намертво забудут его слова, и все богословие сведут к ритуалу, сколько раз убеждаюсь, как у Бога все вымерло, об этом говорили, к бряценю, к адилам, к чудесам от икон, и бесконечным, просто безумным канонизациям, превосходящим суд Божий, и церковь превратят не в кладбище, а в скотомогильник, то могли бы поверить, то могли бы поверить в это служители слова. Вопрос. Если сегодня в любой православный храм зашел бы апостол Павел, царсянин, и, постояв хотя бы десять минут у порога, послушал бы какое-то невнятное бормотание из-за иконостаса, непрерывное движение людей по храму, и увидел бы, чем торгуют, и зачем вся эта торговля в храме, то не спросил бы ли он, что за вера исповедуется здесь. Признаюсь, то, что есть сегодня, за евангельское не смогут даже при всем желании и сами священники признать. Кто? Если бы апостол зашел бы в крестильные помещения, предварительно побыв среди пришедших креститься, и посмотрел бы, как бы это совершается, то не спросил ли бы он, во имя какого Бога это происходит, но признать творимое в крестинах, где любого пришедшего с улицы, прикоснувшись мокрой ладонью к его голове, объявляют христианина, признать это за евангельское, кто дерзнет на это? Измыслена совершенно новая религия под именем православие. Святые каноны вселенских соборов и апостольские правила повелевают тщательно проводить катехизацию, оглашай, то есть учить Слову Божию, готовящихся к окрещению не менее трех лет. И только после тщательного рассмотрения разбора этой личности, оглашенного епископ должен решать, допускать его до крещения. Чтобы крещение было действительным, нужно три условия. Если хотя бы одно из них будет нарушено, крещение будет как несостоявшимся, хотя бы внешне все было соблюдено. Человек должен уверовать, принять Христа в свое сердце, как своего Спасителя, и твердо обещать служить Богу доброй совестью. Первое послание Петра, 3, 2, 12. Руками законно рукоположенного и незапрещенного священника должен быть трижды полностью погружен в воду с произносением соответствующих слов. И все это должно быть совершено бесплатно. Все три условия сегодня полностью, как бы, узаконенное слово, это в кавычки взято, нарушаются. Идет купля-продажа извращенного таинства. Ясно, что Бог, бодрствующий над словом своим, без наказания не оставит всех участников этого беззакония. Пророк Иеремия говорит в 1 главе 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось». И пророк Наум, 1 глава 13 стих. «Господь долго терпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа облако пыль от ног Его». Пророк Захария, 11 глава 17 стих. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку Его и на правый глаз Его. Рука Его совершенно иссохнет, и правый глаз Его совершенно потускнеет». С Игнатиховичем все попы будут спорить, что это неправильно, не так. Пока что ни один ничего не говорит. Впрямую. «Только когда случайно встретятся, тогда что-то противоречат. А так никогда не согласятся они с этим». Построено царство попов у нас на земле. Здесь в нашей стране 100%. Вот то, что сегодня Марина рассказывала. «Все царство попов. Деньги. Собрать денег. Главное, чтобы они жили. А людям отдушина какая-то. И то даже… Видишь, с другой стороны приехали они, и вроде там все хорошо устроено, и гостиницы, если все чистенько, красивенько, там все же выложено. А чего-то не хватает. А не хватает. Нашим людям не хватило чего-то, понимаете? Потому что у нас здесь попроще немножко все-таки. Еще есть священники, которые о народе даже заботятся. Взять он Головина там еще там, который… Вот, допустим, Стеняев Олег. Он прекрасно объясняет Слово Божие. Прекрасно просто его слушаешь и… Я думаю, даже другого можно никого и не слушать. Это не Осипов он. Он выглядит, ну правда, такой круповатый. Борода там все у него в рясе, он как с крестом. Голос такой проникновенный. Я, к слову, Стеняев слушал его проповедь об исцелении бесноватого отрока, буквально вчера. И он предупреждает, что… Сейчас говорят там юный возраст, юный возраст, такой вот возраст… Нежный там. Нежный, да. Вот фильм какой-то «Нежный возраст». Там сейчас вышел какой-то там, не знаю, про пионеров рекламу. Он говорит во свете Библии, что этот возраст ваш, он самый опасный. Опасный. И нам, родителям, нужно не восторгаться, не восхищать, а всячески предупреждать детей, чтобы в этом юном возрасте сохранил их от всякого грека. А грех в юном возрасте – это вот… Самый большой грех, что там говорится. Самый большой грех. 80%… На мытарстве. На мытарстве блуда, души идут в ад. Это очень коварный и хитрый демон. А знаешь, что врачи придумали на этот счет? Что в 15-летнем возрасте, в 14-15, у кого как, в человека, это в юношу, а в девочек еще раньше входит. Такая… там у них какие-то начинаются процессы с клетками. И там много адреналина там поступает. И вот от этого они вот начинают там у них вот… Самая настоящая придумка. Вот есть хорошая пословица, но она правда про старших. Говорится так. Седина в бороду – бес в ребро. Так вот молодежь, у них вечный бес в этом ребре сидит. Даже никакой седины не надо. Потому что начинается познание мира. Они становятся самостоятельными. Им охота самостоятельности. Они думают, что родители как-то неправильно живут. И пойдут, написано, дети на родителей. Восстанут дети против родителей своих. И умертвят их. А умертвят что значит? Умертвят в своей душе, и не только убийством. Убийство – это было революция, допустим. Средний возраст революционера – 24 года. Понятно, кто на кого восстал. А умертвят в своей душе весь авторитет старших. Почему и Библия – это уже старый завет, уже рухнуло все. Почему современные священники молодые говорят? Ну что ваши там каноны? Они старые уже, это уже непонятно. Уже тысячелетия им. Сейчас новые надо каноны. А ему скажешь, какой новый канон? Кроме того, что хорошую машину иметь и много денег у него, больше в голове ничего не складывается. Начнешь поэтапно расспрашивать, как крестить, как люди должны себя вести и так далее. Ничего не надо. Ничего. Не трогайте меня только одно. Не трогайте. Прям кричит всеми глазами, всеми душой и ртом еще. И он, знаешь, как в стороне боролись с этим блудом, чтобы не было церкви? Ранними браками. Чтобы до брака ни юноша, ни девица не познал чужие жены. Ранние браки. А дети, так как они сейчас как придумали, вот эти юноши? Вы с раннего возраста, чего вы вот это живете? Мы друг дружку узнаем. Они друг дружку узнают. А что мы сейчас характерами не сов... Ну, у вас же любовь. Да, у нас любовь. Но мы характерами можем не совпасться. Мы там знаем, что есть такое. И мы потом разведемся. Поэтому мы сейчас поживем там годик два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двадцать. А потом, может быть, что-то там узаконим. Вот как они придумали это себе. Вот в чем дело. А родители уже не в авторитете, вообще ни в каком. Уже мои родители не прислушивались. Мои. А они поженились... Я родился в шестьдесят четыре. В шестьдесят третьем году поженились они. У них свадьба была, все. Маме было тогда девятнадцать. Отцу двадцать пять, двадцать четыре. Вот. А сейчас вообще это какое-то ретрогатство какое-то. А раньше выбирали своим детям, так как младший возраст, ты правильно сказал, с молодых ногтей, чтобы не гуляли-то. Родители выбирали. Они видели невесту. Для сына выбирали невесту. А те родители смотрели на того юношу, какой он там из себя. И уже родители между собой договаривались. Там где-то ну рядом или не рядом. Ну там соседи опрашивали. Вот как эта женщина была с горного Алтая. Как тебе? Анастасия. Как она рассказывала. Как она пошла там. Смотрели туда-сюда. Сыну. Сняли огромный ролик там на 45 минут. Она подробно рассказывала, как она это делала. Но самое главное это, что сын не против ее. И девушка-то попалась в церкви тоже такая, не стала там ни сопротивляться, ничего. Ну видно, вера какая-то есть. А ты знаешь, что потом она в ней разочаровалась, когда она узнала ее поближе? Ааа. Нет, не знаю. Это уже не знаю. Ну то есть хотя бы это было у нее. Хотя бы она начала узнавать ее. Не через сына узнавать, когда они там вместе уже горшки там начинают крушить. То есть то, что она ходит в платочке, благочестиво одевается, там молится, на периоде поет. Это еще не все. Мне это ничего не говорили. Гордыня страшная. Гордыню она увидела, она сыну свою предыдущую гладью. Не нужно сказать. Да. Хотя верующая, конечно, понимаешь. Тогда где сейчас... Где сейчас найди. И мы так можем тоже сказать, где найдем. А там она не говорила. Пусть она позвонила и на это ничего не сказала. Гордыня. Гордыня такой шип, что как Никини, у него вечно колючка есть. Гордыня. Вот сейчас мы тут сидим, снимаем на камеру, мы уже все тут гордые. Потому что снимаем. Сейчас ты начал что-то говорить. Ты гордый. Что ты говоришь? Я что-нибудь сказал. Это вообще про меня разговоров нет. Гордец. Что еще сказать-то? Нет. Ну, видимо, Анастасия у него что-то более ядовое. Ну, наверное, она видна, что разумная женщина-то, верующая. Ну, может быть, какое-то неуважение к старшему. Может быть. Что молодежь сейчас как бы не нуждается в советах или такого года. Самим хочется... Еще, брат, один момент можно сказать. Сами-то родители сейчас, они... Ну, допустим, я бы сейчас совет у мамы спрашивал. Когда вот я первый... У меня два брака было. Один венчанный сейчас. А первый-то был не венчанный. Выходил в 19 лет мне было. И когда я выходил, у меня уже жена-то была беременная. Во-первых, она на два года мне старше. Ты не выходил. Выходила она за тебя. Она за меня выходила, а я женился, да. Она была старше. И она уже была беременна. У нее было уже шесть месяцев. Понимаешь, в чем дело? Поэтому, ну, как бы так все и получилось. А мама мне говорит, сынок, ты бы уже не женился на ней. Я говорю, мама, как не жениться, когда у нее такой живот большой. То есть у меня, понимаешь, они меня воспитали в таком, ну, что я должен поступать как рыцарь, как джентльмен, такое все. А христианского-то не было ничего. Они сами-то не христиане. И поэтому, кого бы они мне выбрали? Я говорю, мам, ну, а кого ты хочешь? Ну, я не знаю, вот и все. То есть сейчас родители, кого не кинет. Вот я понимаю наши сестры, которые их воспитали и так далее. Им скажи, так они что-то начнут делать. Действительно смотреть. Почему? Потому что у них открытое око. Они через Слово Божие будут смотреть, как себя ведет молодой человек. Верующий, не верующий в первую очередь и так далее. А так-то людям сейчас скажи, ну, начинайте выбирать вам детей. Из чего у меня вот сестра? Она верующая, ходит в храм. Она, я готовлю свою дочку, чтобы она была женой миллионера. Все. Понятно? Верующая, все, ходит в платочки. Я неправильно верую. Она правильно. Готовит. Я говорю, ты это, не сможешь это сделать. Это, по меньшей мере, глупо. А по большей мере, это просто ты готовишь гроб этой бедной девочке. А девочка сама никуда не ходит. Никуда не ходит. Она даже есть нормально не может. Не то, что... Я говорю, ты-то постишься сестра через петь на колоду, ну, постится. А дочь у тебя постится? Ну, пускай она еще маленькая погуляет. А ей уже 14. Маленькая. Уже все. Она выросла. Она другой уже не будет. Теперь только если вера к ней придет. Если мы тут с нашими детьми говорим, что у них веры нет. Там вообще ничего нет. Там демоны сплошные в душе. Там только о себе разговор. Только о себе. Поэтому... Это я говорю про своих. А тех, кого я не знаю, посмотри, как ходят они. У меня Марина не рассказала это. Она... Ну, там идем. И вот эти девочки. Сейчас они... У них мода такая. В черных маечках. Таких. Девочки маленькие. Такие вот, как наши. 15, 16, 17 лет. Черные. Маленькие такие. Черная маечка. Или белая. Такая короткая. И в джинсиках. И в кедах таких. Сейчас у них кеды новые. Тоже это все. Пик моды. И вот они туда-туда стайками бегают. Туда-сюда. Я говорю, Марин, гляди. Вот новая мода пошла. Новая. Раньше были вот такие пузы. Вы помните там с купами? Потом еще там до этого было. Волосы как-то надо вот так вот укладывать. Тут потом пирсинги пошли в них везде. А сейчас это вот новая мода. Вот так они одеваются. И стайками туда-сюда с рюкзачками бегают. Она говорит. Я, говорит, нигде в Португалии не видела, чтобы дети отдельно гуляли. Вот как у нас, говорит, стайками. Да. Стайками. Я, говорит, это заметила. Только когда в Португалии начала. Смотрю, думаю, что-то не хватает. А детей нету нигде. Нигде ни подросткового возраста, ни мелких. Только с родителями все. Понимаешь как? Они их не отпускают. Потому что там этот китнеппинг, похищение детей, оно развито. Страшно развито. Их воруют, на органы сдают. Или насилуют, снимают видеофильмы с ними. То, о чем мы сегодня говорили. Это все. Это такое страшное все. У нас-то это тоже есть. Вот в чем дело. Только не так развито. И поэтому детей надо, я не знаю, подготавливать. С какого возраста. Никуда. Ни с кем. Только. Да сейчас даже бородатый человек подойдет. Но он не верующий. Он просто мода сейчас борода. И он сделает поганое дело. Вот сейчас показывают. Крадут детей прям. Так и благо нашли. Случайно. Там кто-то увидел и сказал, что вроде как такси остановилось. Начали смотреть какие такси. Вычислили таксиста. Через три дня эту девочку нашли. Там девятилетнюю. Живую. Слава Богу. А он ее уже запрятал. Не знал, что с ней делать. С этой девочкой. Этот таксист. Просто мимо проезжал. Ну как там. Один город большой здесь. Другой здесь. И он таксист. Ездил мимо вот этих поселков там и все. И она там идет в школу. Он подъехал там. Мама сказала там, что тебя домой отвезти. Давай садись. Повезут. Ну, подошла в машину. Поехала. Девять лет. Девять лет-то уж должны были объяснить. В машину села. Тут даже разговаривать нельзя с каким-то взрослым. Не с баб... Более того, я спас смотрел программу. С бабушками нельзя разговаривать. Бабушки подставные утки. Бабушкам-то всем верят. Бабушки они хорошие, да? Они бабушки не баба-яга. А она такая бабушка воздушная фея. Зубная. А бабки-то все подговоренные. Они все потому что выросли и выпистывались на советской власти. Бандит на бандите. Подговорят ребеночка, пойдем там, поможешь. И учат сейчас. Вот по спасу прям учат. Я думаю, нужно или нет? Я думаю, это нужно. Прямо говорят, как вот детям, как отвечать, как сразу бросаться кричать там, что и так далее. Понимаете, до чего зашло дело уже? Чужой кричать там, чужой, я его не знаю там и так далее. Чтобы люди видели, что это не какая-то там, не детская там корябельность, а что действительно это. И люди-то уже понимают, что такое идет везде. А когда ты верующий, тебе так легко увидеть все это. Вы будете своих родителей почитать. И вы будете понимать, когда вырастете, что родители вам жизнь сохранили. Не просто дали вам еще жизнь, а сохранили с помощью того, что они стали верующими, уверовали в Господа. И это Господь им дал разума сохранить вас. Не просто жизнь даже, а в чистоте еще. Чтобы у вас была крепкая семья. Да одна семья. Не надо разводиться по сто раз, там кого-то проверять. Все уже проверено нами. На своих грехах. Все, все, все. Говорите. Можно, да? Вот сейчас подняли такой вот вопрос. А я уже, наверное, вторую неделю у нас с соседкой такая же ситуация. Мы живем, вот дом рядом с нами, вот этот незаконченный. В этом доме получается такая ситуация, что я сижу за компьютером, что-то повернулась на 14 этаже. Это ниша такая. Она не заснула. Ну, как бы сказать, ниша. На самом верхнем ей стоит женщина или девушка такая молодая. Во всем каком-то... Строящийся доктор. Он уже недостроенный. 14 или 16. Я так уставилась, я смотрю. И она уже, как вот, крыло так, руки распластала. И хотела бросить ее, кто-то снизу там схватил. Ну, вот это вот. Он стоит, а она наверху-то. Схватил и утащил. Мне она, наверное, показалась. Пошла, вышла на балкон, вышла на балкон. Смотрю, с шестого на седьмой, с шестого этажа, и на шестом, вот за углом вот этот, как сказать, этот балкон. И парень, как щучкой туда, в следующий балкон. И щучкой зашел в этот самый, туда, в квартиру. Это паркинг, они это... Это что такое? Это бегают они там. Прыгают, бегают. Это они как тренируются. Я уже потом смотрю. Там их трое уже стоят на вот этой вот, на этом большом. На четырнадцатом этаже, там, пятнадцатом. Я хожу со всеми. Они снимают друг дружку. Наверное, снимают с обратной стороны. Я подхожу, говорю, вот видите. Она вот вижу. Ну, короче, я позвонил полицию. Полиция говорит, ну что вы к нам уже три дня звоните-то? Во-первых, что хотят, пусть и делают. Мы точно так же прыгали, там, такие вот вещи. Сумасшедшие. Мы никогда так не делали. Я позвонил в индустриальный. Позвонил в индустриальный. Это Драйон, это наши индустриальные. Что я делаю? А они говорят, ой, это не наш вопрос. В администрацию звоните, дядя Давид. Я туда позвонила бы. Это не наш. Зачем вы будете, это самое, это не наши вопросы. Я в соцзащиту. Они говорят, а это тем более наши, мы по бабушкам. Все. Когда уже померли. Да, они, вышла. И я уже к Дине, она говорит, Дина, я вызвала полицию. Полиция подъехала, говорит, если вы напишете свое мнение, мы, может, что-нибудь рассмотрим. Она говорит, а за что это, почему я напишу? Я на кого напишу, я не знаю. Не, ну можно было написать, что вы не хотите, чтобы под вашими окнами лежал труп, допустим. Я не говорю. Это будет вам моральное потрясение, вашим детям и так далее. Петицию проходят для того, чтобы, ну, они суицид себе проводят. Да, конечно. Вон их сколько в интернете, как они рвутся. И стали, ну, я говорю, что что Дина? Она говорит, у вас не было? Я написала заявление, подписалась. Но если они не примут мер, я больше туда даже не шагу. Я потом молилась, а потом, как-то ничего, тишина. И, типа, вот у меня какое-то такое состояние, что не твое дело, а почему не мое дело? А почему это не мое дело-то? Это ваше дело-то? Я вижу, как дети погибнут, я говорю. Да, конечно. А вы с кого будете? Ну, как? Я говорю, кому? Я говорю, а вашего заявления нет, и нам ничего не будет. А вы подайте заявление. Ну, подали мы уже, подали. А подали? Дина написала. Хорошо, что написали. А я когда... Вы доброе дело сделали. Уж такое-то дело простое сделать, остановить. Чтобы хоть в этом доме их не было. Идиотов. Ну, девчонки-то какие молодые такие. Где-то, может, они в классе в девятом, в десятом. Вот взросленькие такие. Я... Можно разрешить? Наша форося вот такая высокая. Я быстренько. Я расскажу вам, какие они. В девятнадцатилетнем возрасте. Мы, когда... Я занимался по-другому. У нас был туристический клуб. Мы ходили в спортивный зал на скалолазание. Называлось... Называлось это... Подготовка к скалолазанию. У нас такой вот стенд. И мы там лазили. Ну, готовились. Учились обращаться с обвязками, с карабинами. Правильно вязать веревки, узлы и так далее. Правильные спуски делать, чтобы не разбиться. То есть мы подготовку проходили очень большую. И потом выходили на скалы, выезжали с тренером, с инструкторами. И там нам они показывали, как это на скалах делать. И все это мы проходили. Но... Дело все в том, что... Как вот брат нам сказал, приехал. Совершенно верно. Он просто... У них адреналин играет. У молодежи, у всех. И у меня то же самое было. Но я... У меня Бог упас. Несколько раз я там упал, там кое-что вывернул. Но не разбился до конца. И Господь мне показал. Ты разобьешься просто и все. Но я не знал, что Господь... Я просто думаю, что у меня за осторожность такая началась. Я уже начал смотреть, как инструкторы говорят. Что... Какую осторожность. Там обвязки нужно. Страховку. Как правильно ноги ставить. Что только на трех точках нужно висеть на скале. Не на двух. Не на двух руках вот так висеть. Или там одна нога. Три точки всегда должно быть. Когда ты опускаешься или поднимаешься. Три. Должно быть упертыми. Этой схватился. Теперь... У тебя четыре есть зафиксировано. А теперь следующий. Это все... У нас все это было. Но... Дело все в том, что... Это я такой. А другие-то были непослушные. И у нас были и девочки тоже в команде. А девочки в это время... Это просто шило в одном месте эти девочки. Они крутятся, как блоки на веретене. Они хотят быть самостоятельными. Им не нужны парни. Парни, что там... Они уже знают, как лазить. А они легкие. Они быстрее нас еще лазят. Если она умная... Раз, раз, раз... Она сама себя-то быстро несет. Или я в два раза тяжелее. Восемьдесят килограмм. Или у ней там сорок-тридцать пять. И то в трусах, наверное, даже. И вот они хоп-хоп-хоп и такие... А над нами смеются все. И мы поехали в Партизанск. Это Хакасия. И там это... У нас там была практика горная. И там были скалы. И мы сами решили полазить по скалам. И вот нас было двое. И три девчонки эти. У нас страховки? Нет, у нас были страховки. Все. Но адреналин-то у них играет. И там у нас была тропа. Одна тропа была длинная, далеко идти. А другая покороче по скалам. Но мы все ходили по длинной. А одна девочка была. Она с нами не тренировалась. Ираида ее звали. Еврейка. Но она была такая прям... Боевая такая девка. И она ходила только по этой скале. Ее раз предупредили, не ходи по этой скале. Второй раз предупредили, не ходи по этой скале. По этим... Там большие камни. Она между ними раз-раз-раз. И вот она первая. А мы там обойдем целый километр пока зайдем. Все это медленно. Ну по скале действительно неудобно и страшно. И вот в очередной раз она опять идет. И я как раз попал. Я говорю, тебе сказали, не ходи здесь. Я сама знаю. Ну а что я могу сказать? Она мне не жена, не сестра. Никто. Я пошел дальше обходить. А она вот сюда. И в тот момент, когда вот... Она была недалеко от меня. Я видел, что 15 метров. А я как раз подошла тропинка сюда. А потом дальше она в горы уходит. И в этот момент она срывается. И я все видел своими глазами. Я травмированный напрочь. Я видел, как она ударилась о скалу. Как она улетела еще вниз в 60 метров. Потому что я туда побежал уже. А я думал, я только бегу, думаю, я успею ее схватить. А потом думаю, ты что, совсем что ли рехнулся? Как ты ее схватишь? Она уже полетела. И вот она улетела. 30 метров пролетела. Ударилась об скалу. Об выступ. Башкой. Башкой. Это не голова. Это башка уже. Потом дальше улетела. Еще дальше. И еще 30 метров. 60 метров там падение было. Представь. А у нее отпалился. Полностью отвалился вот такой камень. Она за него схватилась. И начала лезть. Я в этот момент подошел. Ну иду по тропинке. Ну вижу, лезет. И вот в этот момент камень на моих глазах прям срывается. Я все это видел. И он ее туда вниз уточнил. Камень-то быстрее упал. Она пока там цеплялась еще немного. Камень улетел. И вот она за этим всем. И там как пошла еще лавина. И она по этой лавине ее вот так. Ее как катило. А я стою, смотрю, думаю. Хоть бы остановилась. А что остановилась? Она уже ударилась же. И она катилась до самой подножия. Там далеко. Там 45. Вот так вот. Икрумник полностью. Такие камни. Из них сложено вот это все. И она еще вот так прокатилась метр в сто. И я уже побежал. Обратно. Уже через эти скалы. Сам пошел туда вниз. Это вниз сложнее. Кинулся туда к ней. А они там стоят. И не могут понять ничего. Я кричу. Ираида упала. Сюда давайте. И пока они спустились. Пока мы ее. Носилки сделали. Донесли там. Два с половиной километра до поселка. На операционный стол положили ее. Она на операционном столе умерла. Ну потому что молодая. Сердце. Сильное было. Сердце. Вот что. Вот они какие-то. Понимаешь. Это. Я тебе говорю о советском времени. Это был 82-й год. А сейчас. Они вообще от Орви да выброси. Все как одна. Они курят все. Они все знают. Они все волосы уже поиском сали. Джинсы поиском сали. Тело свое уже накололи всем подряд. В этом возрасте. В 19 лет уже. И все тогда как один сказали. Это ее непослушание. Непослушание. Она никого не признавала за старшего. Христос повелевает. Ну идите и научите. Мы дети вас учим. Это наше повеление. И когда вы слышите поучение и уходите. Ну вы после этого Христа предаете. Понимаете. Мы обязаны вас учить. Понимаете. Учить чтобы вы не погибли. Ну самоубийца называется. Который не слушает слова. А эта гибель души она еще страшнее чем гибель тела. Ты живешь но ты уже здесь в аду. Потому что ты не с Богом. Самое главное ты еще другим будешь. Мешать приходить. Да. И учить. Отвращать. Да Ваня. Я вот тут просто хотел еще привести пример то что. Вот совсем недавно. Весной. Получается были новости. По новостям показывали то что где то он. Ближе. Туда не видно. Туда не видно вообще. То что поближе где то это. Вот так. В европейской части. Туда вот. То ли в Москве. То ли в их области. Там показывалось то что парни. Лезли. То есть получается один снимает. А они залезли на лэ. Только не такой как у нас. Они получается. Где то метров под пятьдесят. А вот прям здоровенный. Чуть ли не под сто метров. В общем залез туда. И показывается. Вот держится. Чисто на руках. А под низом. Пропасть здоровенная. Глубоко падает. Далеко. И он вот так держится на двух руках. И вот покалывается. Там получается. Парень умер от того что его током ударил. Получается за что то схватился. Его перемкнул. И там показывается. Прямо на камеру. Парень его друг. Успел снять. Вот так держится держится. И полетел туда. И вот так вот прям. Это. Обалки. Вот эти перила железные. Так перекручиваются. Падают. Ну и какой вывод у тебя был. Когда ты это увидел. Хочу повисеть или сейчас. А какой. Я вообще. Не могу терпеть вот эти. Многоэтажки. Но у тебя есть такие друзья то рядом. Которые любители этого всего. Так вот даже если они это не любят. У меня других таких нет вообще. Ну Христа не знают. Они тоже самоубийцы такие же. Только вот о чем сказал сейчас вот. Брат. А вот если тебе. Только медленно. Идет. И предложит себе. Давай вот съездим. Повисим. Что ты ему ответишь. Какие местные описания. Не искушай Господа. Ну. А правда. Молодец. Молодец. А ты бы не хотел чтобы он сказал. Молодец. Тоже подходил. Бросься вниз. Ага. И вот этих вот молодежь. Они в интернете собираются. Бросься вниз. Ангелы подхватят. И ничего не будет. Повисишь. Адреналин испытаешь. Так. А вот недавно же. Я рассказывал. Игра со... Я же рассказывал недавно. Молодого человека. 28 лет. Судили за это. За подстрекательство. Он специально подстрекал. И его поймали как-то. Главное как его поймали. Непонятно. Вычислили. Поймали. А он. А я просто шутил. Ну. Ребята вижу такие. Ну. Я их так подбадривал. Понимаешь. А он. Вот сделай то. Сделай то. Что тебе слабо. Что ли. Ты что не мужик. А эти пацанята 14 лет. Им только. Дай какую-нибудь команду тупую. А вот как поймали. Я вот. 9 из 10 даю. Что поймали в интернете. Это благодаря бдительности. Может быть родителям. Родители. Проверяйте странички детей. На сайты. Которые не заходят. Есть история. Если они удаляют эти истории. Наказывайте как-то. Вы должны быть в курсе всех дел. Они вляпываются. Вы даже не заметите. Хотя бы странички просматривайте. Вот. Зеленский Станислав. Он. Сразу мне звонит. А там. 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 Вот такие вот фотографии. Я звоню родителям. И говорю. Вот так вот и так. Он. Совершенно такой человек. У него душа переживает. Да. У него переживает. Он. Как-то вот такой. Он звонит. Занимается. Он мне позвонил. И говорит. Возьми. К себе Нестора. У меня же девочки уже не живут. Ушли. Самостоятельно. В жизни. Нестора. Говорит. Возьми. А Нестора у меня не хочет жить. Из-за санфеста и ушли от вас? Да. Несторон любителям. Семьи. Любит семью. Семьи. Любит семью. Да я к себе его тоже звал. Ну видать отец ближе. Там мама завещала не бросать театр. Ты его не бросаешь. Ты хоть каждый день к нему ездишь. Нет. Последнее ее завещание было. Когда я была с ней рядом сидела. А она говорит. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас уже с Галей. Мы уже с Галей когда поехали обмывать. Вот. Я приехала. На следующий день мы поехали с Галей обмывать. Ночью. День следующий. Конечный был. И она перед тем как это. Я с ней говорю. Что делать? Что делать то? А она говорит. Милость вам надо. Вот одна просьба. Гоните его от моих детей. Гоните его. Вот что она мне сказала. Надо было мне вот это записать на телефон вам это. Я говорю. Ты что? Они же потом их заберут в это вот. Заберут в какие-нибудь места такие. Вообще разлучат. Она говорит. Ничего слушать не хочу. Гоните его. Он уже не исправится никогда. Вот это ее последние слова были. А на второй день она уже была. Станислав Юрьевич посмотрел что он смотрит. Он говорит. Я просто поинтересовался. Вижу он постоянно там сидит. Он смотрит только голые женщины. Что они будут смотреть? У него только одна мечта. У этого мужика. Ну что он бухает. А это адреналин капитальнейший. У него в крови там пламя не такой пулает. Это кто? Это Зеленский. Я не поняла. Станислав Юрьевич. Приезжал же. Который помогает Ване и так далее. Я же спрашивал что они в интернете смотрят. Мне один Ваня сказал что в игрушки играет. А Нестор вообще ничего не сказал. А потом придумал и сказал. А я смотрю наши ролики. А он сам ни одного ролика не видел нашего. Когда он у меня был. Мы начали ролики смотреть. Я говорю. Какой это ролики видел? Начинай ему там крутить. Он ничего не видел. Ничего не знает. Ролики он смотрит. Мне что рассказывает? Я что не был в возрасте? А это самое. Сережа. Янафа спросили что она закончила курс-то прошлый. Янафа? Ну у нее три долга еще. Три долга? Три у тебя? Да. А кто тебе помогает? Янафочка. Кто тебе помогает? А кто ей поможет? Она кому нужна-то? Татьяна Александровна. Она просто контролирует как я. Чтобы у нее не было ошибок. Приши тебе. Ей никто не помогает. Вот. А остальное все сама делаю. А ты сама ей звонишь чтобы она тебе помогла? Да? Ну мы с ней договорились вместе. И потом просто созванемся и договоримся о встрече. Ну. Ты давай ждать. У нас. Ты это. Главное вот что. Если ты тут будешь и допозднать что-то будешь. Ты ко мне то приезжай ночевать. Ай. Ко мне можешь. И ко мне можешь. Ты не оставайся ни у каких своих девочек подружек то. Зачем они тебе нужны? Что это? Пережрать тебя только? Последнее у тебя забрать? Что ты там общего с ними видишь? Только одно безбожье. Они что вместе с тобой там Библию будут читать что-ли? Или разбирать Слово Божие? Ну тебе наверное ко мне. Подружки эти твои. Заезжать. Если поздно то ко мне заедешь. Станешь утром и поехала потом куда тебе надо. А у меня двадцатка идет. И по какого идет семнадцатый. Так я на тридцать пятом вижу. А тридцать пятом и моя остановка панфиловцев. Тридцать пятый. Я на панфиловцев. На панфиловцев. На панфиловцев. С твоей молодой ногой на одном дыхании. Скачком одним. На панфиловцев я живу. Когда ты к подружке бежала видать аж прям спотыкалась. А тут к Людмиле Степановне или ко мне зайти. У тебя все сразу невозможно. На панфиловцев я живу так. Дети не придумывайте ничего пожалуйста нам. Мы давно уже живем на земле. Я знаю. Йеня, мы давно уже на земле seen. Мы все знаем. Я даже знаю почему ты не хочешь к нам попадать. А почему хочешь к подружке. Я же это знаю. А ко мне попадешь и никуда не пробит. Понимаешь. Я не пророк. Я просто прожил очень давно. И был безбожником в тридцать один год. Понятно. В тридцать один год я только крестился. В тридцать один год я был безбожником. Лютейшим волком. Особенно для вашего брата. Я все прекрасно понимаю и знаю. Почему ты не хочешь И почему его ты не отпускаешь ко мне Уговариваешь, чтобы он ко мне не шел Я ему сказала, как хочешь Как хочешь А ты сказала, что мне Я не хочу тут одна оставаться Одна ты не хочешь оставаться Ну и что лучше Вы вчетвером там будете смотреть на пьяную морду Он хотя бы посмотрит на мужика Который водку не пьет целыми днями Переработает у меня или что ему будет Он хоть борщей поест как следует Он борщи любит А у меня Марина борщи готовит Он забудет, что такое вообще там дом Да он сам такие борщи варит У меня жестко, пальчики обливает Кто, он варит? Да ты че же, ничего себе Вот чего ты не хочешь его отпускать Да, он это готовит может раз в год Он уже на каникулу жили Вот морковка, вот картошка, вот кипяток, вот капуста Я пошел собаку, чтобы борщ варить Нет, я сам об этом даже и не думал Потому что я знаю Андрея, Андрей просто не согласится, чтобы он у меня был Но раз пошла, говорится, такой разговор Станислав Юрьевич позвонил и попросил Говорит, возьми его к себе ради Бога Ему у тебя хорошо будет Вот я говорю, увидел Вот Еня у меня вообще прожила чуть не год целый Ну сезон-то рабочий точно, учебный Она палец за палец там у меня не ударила Жила как у кур в масле Правильно я говорю? У Христа за пазухой Всегда и еда была, и завтрак тетя Марина и с собой давала Ну она кашу только не любит, она курочку любит И грибы не любит И грибы не любит И правильное дело, грибы не ешь вообще Что? Что? Ей не надо есть, что? Я просто этому скажу почему Грибы, все, грибами у тебя не будет Не надо ничего, никаких маслях Любит, не любит, да? Вы Игнатихно все поговорили Это все Грибы не любит, организм у меня чувствует, что это не надо Вообще ничего не будет У меня чувствует, что вообще не надо есть, я еще не есть должен У меня тоже нет У меня тоже нет Это все потому, это только потому, что мать никогда не готовила чего-то Что-то вот варила, макароны или что, они привыкли к этому А у меня разносолы были всегда И грибы маринованные всякие, чего только не было И поэтому я, единственное, что я только не ел, чего у нас не было, это консерв рыбных Потому что у нас была свежая рыба всегда Мы с Казахстана приехали, отец всегда карпа привозил, сазана, ну все было Мы сами ловили карпа в коне Карасе, это я всегда эту ручную рыбу Вот такие рыбы, они потом в ванной наше шевеляться такие лошади вообще Ну это чистая еда, что тут ничего такого не А потом я, когда уже начал работать, уже там в тайге там практиковаться Там уже все начал есть, и тушенку всякую, и радость эту Потому что одеваться-то некуда Ну ту, которую ты ел, у вас тушенка была хорошая, кстати Ну при советской власти, это да Очень хорошая, даже было не говорили Ее можно было разогреть и поесть, и прямо наедаешься Так, а что у нас загуляли уехали, да? А машина пришла, я за ними закрыл А что у нас там было? 47 Всего 47 минут? Еще несколько часов Так, ну мы закончили 28 главу Почему-то концовка этой главы была о детях Ну как-то все туда пришло опять к детям у нас Сейчас начнешь вспоминать, а не вспомнишь Ну здесь говорилось о том, что Христос после своей смерти являлся И вот одни поклонились Христу, а другие усомнились Да, странно это Какие толкования, почему? Главное пришли все на гору, ученики, одни поклонились, другие усомнились Ну почему? Потому что они были иудеи, подготовка у них была иудейская Человек не может быть Богом, все Нигде не сказано, что придет Бог на землю Нет, сказано, что Бог придет на землю Но они себя так настроили, что, ну как бы это не при их жизни будет Вот так будем говорить Мессия придет, но Мессия это просто человек Они не думали, что Мессия и Сын Божий, Христос, помазанный Божий Это будут одно лицо, они не думали об этом Вот это не думали, вот это Они думали, Мессия, ну Мессия, он придет и спасет от римлян Поэтому они думали, Христос, царь, когда он накормил всех Они говорят, ты будешь нашим царем, то есть все нормально Ты чудеса будешь делать, воскрешать мертвых, исцелять раненых наших и давать провизию нам Ничего ходить не надо, представь, пешком бежишь с мечом, подбежал к римлянам Напал там, потыкал их, тебя убили Он тут же, хоп, Христос, ты воскрес, опять начинаешь римлян убивать То есть это супер царь, и они провозгласим царем, а Христос, говорит, уклонился и ушел от них И о том думали А в чем они усомнились? Да они поклонились, это уже Христос воскрешил, он уже 40 дней Усомнились, что Господь Бог Усомнились, что Он Бог То есть те, которые Ему поклонились, они поклонились Ему как Бог Да, конечно, несомненно, уже как Бог А эти не поверили, хоть увидели, что Он на небо возносится А придет, говорит, другой придет, и ему поверите, Христос сказал об Антихристе И правда так и будет, когда будет перед Ним предтеча этого Антихриста И Он будет показывать тоже чудеса и говорить, что придет такой, Он еще больше чудеса будет показывать И будут Ему верить, и когда придет Антихрист, и огонь с неба будет посылать, не посылать И все Ему поверят, хотя написано у святых отцов в толковании, что это будет, во-первых, призрачно И, во-вторых, это будет просто фие, никчемность, суета То есть оно ни к чему не будет вести, это свержение огня Ну, огонь и огонь, что огонь? Вот громы тоже сияют, ну, правда, по его мановению это все будет происходить А вот допустим, Илья не зводил огонь Так он не зводил, потому что хотели беззаконие сделать, арестовать пророка Божия и убить А он Бога попросил Господь, то есть попылял этих нечестицев два раза И пятидесятников вместе с ними 102 человека сгорело Потом он же просил Когда народ весь собрался И эти 850 пророков молились-то против него И он, как сделали там жертвенник, на него положили жертвы И пролили все водой А так ров был по кругу еще И вода заполнила этот ров полностью То есть все промокчено было И огонь снишел, когда он начал молиться И пожрал все, и вода вся выкипела, ничего не осталось Вот, это понятно И народ, и как он сказал Да коли вам хромать много колена народу израильскому И народ прозрел, уверовали Массово причем уверовали Вот это вот огонь, я понимаю Это чудеса, которые нужны для того, чтобы благочестие в народе Восстало, воскресло Благочестие, то есть Любовь к Богу, к Божественному, к Небесному А это все призрачно-призрачно И вот это антихриста они примут И вот они в это и не верили Что как человек придет Человек и Бог, да нет-нет, не может быть Нет-нет, и не подни Отторгло сердце Так же, как и эти 6 глава Евангелия Танна 66 стих Когда они, говорит, все от него отвернулись Когда он начал говорить о крови своей и теле своем Что ешьте мое тело, пейте кровь мою Сказал Как, что, как это Это не может быть И отвернулись все Кроме 12 А здесь уже больше И написано, не менее 500 братьев уверовало Читаю, где они там Не менее 500 Вот так вот уже сколько уверовало А сколько не уверовало Видать, прям тысячи пришли И очень многие не уверовали Как мы знаем сейчас Но это все были евреи Все были евреи Люди И среди них сколько священников было Немного было священников, которые уверовали Они тоже нужны были И пришлось Проповедовать не священникам У нас сейчас все Священник, священник только может проповедовать А почему при Христе-то Христос апостолов, простых учеников, рыбарей Да мытарей Поставил на это дело Проповеди Не священников Ни одного не было священника И шли, и проповедовали И вот так проповедовали Что весь мир охватили проповеди А священников и не было Вот чем дело Поэтому священники Сейчас священники Только священники Священники должны быть на своем месте Они должны Знать свой народ Смотреть кто действительно учитель Ставить его над народом То есть если ему некогда Некогда там Требы какие-то Хорошо Найди брата какого-то Грамотного Поставь его, пускай Преподает учения Ему есть когда Одного мало Другого еще найди А если нету никого Значит и такое есть Как нету Когда Господь всегда Кого-то посылает Вот Батюшка не может найти нам Никого священника Вот сегодня сказал Про двух дьяконов Одного выбрал Второго И обоих Неудачно Вот Лев был чтец Взял себе жену по интернету Уехал за тридевять земель Жена даже не показалась здесь Мы знаем почему Почему она зашла со мной Батюшке подошла Но здесь-то она не побыла Здесь была А сейчас она Сегодня мы с ней подошли Но она тут-то не была Собрания Что вы начинаете придумывать Да Не было Ну вот видите Не была Платочки была Как-то повязана Тоже непонятно Что там К чему Ну в общем В грехах тяжело признаваться Прямо хочу сказать Очень тяжело Это я знаю Как кающийся Главное Еще надо увидеть их Что это грех А когда начинает говорить Что у нас Община Что у вас Да Я понимаю Но даже взять Просто тех Которые пришли Посидели здесь Немножко И ушли И все равно Они не такие Они все равно Ближе к нам Я сейчас могу Позвонить Андрею Допустим И он поможет Всегда У меня бывают Какие-то материальные Затруднения Он всегда поможет Или подвезти что-то Он всегда поможет Всегда Ну Про тебя не буду говорить Ты тут сидишь рядом Поэтому Взять там Витю Петеримова У меня там С компьютером Он соображает Я позвоню Всегда Он приедет Сам приедет ко мне И все сделает Всегда все сделает То есть Любовь Вон Валерий возьми Тоже его как бы нет Ну бывает часто Но У него в другом Он английский язык Хорошо знает Он каменщик Что-то построит Там помочь Подсказать совет Они всегда рядом Они всегда откликнутся И они тебя всегда Назовут брат Или сестра Потому что они Сами верующие Ну конечно Оставляют желать лучшего То есть Благовестия там Этого нету Ничего Я спрашивал Юрия Соболева Говорю Вы как на Благовестие Вы ходите Хоть немножко По городу здесь По Красноярску Они Да нет Нет Я говорю Вы знаете Что тут уже По чин положен Благовестие Нет Не знаем Я говорю Я когда здесь был В 2004 И 2005 году Здесь были такие Татьяна Николая Татьяна И мы с ними Выходили в центр Красноярска Я такой стенд делал Сам Сделал Дома На нем были книги 10 книг И вот мы Я продавал книги Не раздавал А продавал книги Игнатиль И раздавал наши материалы И Евангелие Раздавали Визитки Раздавали Я говорю Это было после каждого воскресенья Ну не меньше пяти раз Короче Ходил А у дворца спорта Ты стоял Тоже с этим Нет Это здесь В Барнауле Я про Красноярского Сказываю А нет Да Я говорю Да Прямо у вас в центре Около ЦУМа Стояли мы там И не просто стояли Ходили там С людьми Беседовали И так далее Они такие загорелись сразу Я говорю Для этого знаете Что нужно вам Вам нужно Собрать общину Верующих Братьев Сестер Чтобы вам Горело сердце Выйти другим Рассказать об этом Он у нас горит Горит Я говорю Для этого вы должны Где-то Со всеми быть в мире Допустим Баптисты у вас знакомы Или какие-то Песятники Вы попадите к ним И Возьмите у них Евангелие У них хорошие материалы есть Почитайте сначала Предварительно А Евангелие вообще Читатель И раздавайте Напечатайте Свою визитку Свой телефон Чтобы выйти Можно было И вперед Ну С одной стороны Это конечно сложно Но с другой стороны Когда уже У нас все это есть Вот отличие Это какое Захотел ты просто Воспитать ребенка Чтобы у тебя ребенок В храме стоял И не может никто Дети не стоят Ни у кого Ни у кого не стоят Они бегают С бесята Какие-то А наши стоят А наши стоят Даже в этом Какое отличие Так у нас дети Вот уже Мы их сколько Мы их сколько треплим Они у нас уже Ну и на полу И уже вообще Девятнадцатый год В вами скоро Восемнадцать будет И в России Тоже уже Шестнадцать Было же тебе Шестнадцать Нет Будет Будет В этом году В ноябре 29 октября Октября Я вот Хотел еще Сказать насчет того Что вы говорили О том Что воспитывали нас Стоять То есть получается Я хотел сказать о том Что Когда я еще был маленький Ну вот совсем Я еще даже не помню Тех лет То есть Такое Бегал как Как Мирон Да Как Мирончик Бегал Я не помню Того имени Вот Енафа мне рассказывала То что Она Тогда еще Ее мама Ставила То есть Она тогда уже Умела стоять Енафа Службу Она вот так Меня берет Поддерживает То есть Поддерживал Чтобы я сам Не падал Чтобы я рядышком С ней стоял Постоянно Ну да То есть Мама тебе Рассказывала Как ты Ее подел Так а Енафа Сама-то что помнит В этом Да Ее-то она Рассказывала Да Енафа Человек помнит Человек себя Начинает Более-менее Помнить С пятилетнего возраста Игнатий Тихонович Говорит С трехлетнего Он какие-то места Помнит Три года Ну я тоже Некоторые моменты Помню А я Я себя вспоминаю С четырех Пятилетнего Тоже возраста А так вот Отличное воспоминание Без подсказок Это пять лет И то Частями какими-то Частями Не полностью Поэтому Когда ты маленький был Дело все в том Что Пока ты Там еще были дети Стояли уже У Севастьяна Уже большая девочка была Поэтому она стояла уже Конечно И поэтому Вы Нарядом-то остановились И увидели Что дети стоят Почему-то на взрослых У вас нет реакции У детей на взрослых Что они стоят Нету никакой реакции А если маленький ребенок стоит У него реакция Он во-первых Сначала подойдет Начнет задирать его Че ты стоишь-то А тот допустим Стоит И он в конечном итоге Сам начинает Привставать Гликерия Если бы она была Чья-то здесь Ее бы разок Паранули И она бы Как миленькая стояла Ну а так как ее трогать Нельзя вообще Поэтому она и Постоит Постоит Немножко Потом закабенится Внутри себя Начинает И то последнее время Ничего вроде Ну то есть Это все влияет Пример очень сильно влияет Я говорю про Леониду Плачет и стоит А она маленькая Ну там Четыре Пять лет Не больше Ну мне кажется Она самая послушная была А сейчас Да нет Почему Ливия Да они все Огнюшка Чок Да нет Леониду Вот самая у нас Самая-самая была Ну это матрешка У Ани Волковой Матрешка была Шила Невозможно было Ее вот так все Огораживали Чтобы она там Внутри ходила Вот так Ну она была Не было примера Для нее тогда Да не было А когда сейчас Пример есть Постоянно Вот одни дети стоят Другие приходят Стоят Вот сейчас Мирон Вижу тоже шарахается Но уже потихоньку Что-то присматривается Чего это они так стоят А он ходит Ну и то они редко бывают Почаще бы были Варвара бы уже как Была вот такая Но сейчас она Более-менее Ну сейчас более-менее Ну то есть Это надо Нужен пример И видите у нас Как написано Дети не создают шума То есть Родители начинают Приучаться Родители они же Как Особенно матери Как волчицы Кидаются на Защиту своих детей Чуть-чуть они так Кидаются Глаза уже сразу И такие еще Так ты без эмоций Без эмоций На меня Ты без эмоций Без эмоций Сами как распалятся Вот такие Я говорю Я без эмоций Осторожно Не надо кусаться Ничего не сказано было Чуть-чуть попрямее сказали И что такого Сегодня на занятиях Что я такого Сказал Я просто вижу Что вы не запоминаете А это очень Великая тема Эта тема всего Касается Кибнеппинга Изнасилования И так далее Как еще вам говорить Я хочу Что вы сохранились А вы без меня живете Там еще С отцом Который Кверху воронкой Лежит Ему ничего не надо В допинге Вечно Ты рассказываешь Что он такой маленький Я тебя сразу вспоминаю Какой ты маленький Потому что я тебя видел Нестор На руках Вот дядя Левый был Вот он рядом стоял А я Тараса рядом держал Тарас был Бледный такой А ты такой Красный Я думаю Ничего Как помидор Красный Думаю У меня что-то Бледненький А ростиком Такие вроде Одинаковые Я думаю Одинаковые Ростиками будут А Нестор Вымахал На пол головы Выше моего крестника Не обидно Может быть Начнем Евангелие от Марка Предисловие Давайте Предисловие Евангелие от Марка Предисловие Святой Евангелие от Марка Написано было В Риме Спустя 10 лет По вознесении Христовым Ну Время Пошел Ну это был Считать В 43-й год Сей Марк Был ученик И последователь Петров Которого Петр Называет Так же Сыном Своим Ну разумеется Духовным Назывался Он так же И Иоанном Был Племянник Варнавы Сопутствовал Апостолу Павлу Но Большую частью Находился При Петре С которым Был и в Рим Посему Верные в Риме Просили его Не только Проповедовать им Без Писания Но и Изложить Для них Дела и Жизнь Христа В Писании Он едва Согласился На это Однако Написал Между тем Петру Открыто Было Богом Что Марк Написал Евангелие Рассмотрев Сие Евангелие Петр Засвятелствовал Что Оно Истинно Потом Послал Марка Епископа В Египет Где Он Свою Проповедью Основал В Александрии Церковь И Просветил Всех Живущих К Полуденной Стране Полуденной Что такое Полуденная Страна Так Ну Полуденная Возможно На юге Что Молодец Ну Что я Так В чем Полуденная Страна Ты Что Сейчас Ивана Виновата Что Ты Сказал Полуденной Возможно На юге Ну На юге Чего Ты Как Подумала Что На юге Почему Потому Что Полуден Извините Молодец Я так И подумал Вот Сереж Почему Ты же К К К Полуденной Стране Ну Или В Полуден Может В Опечать А Там Что К Полуден Правильно К Полуденной Стране Стране Можно Просветить Полуденная Страна Это Стране Но Не К Полуденной Стране То есть Всех Полуденной Стране То есть От Египта От Палестины Через Египет До Ефиопии Это надо просто Знать Географию Если ты не знаешь Географию Все для тебя Это темный лес Что он тут говорит То есть К Это значит До Конечно То есть Не просто Там В той Стране А все Отсюда Начиная Вот так Потому что Там Эфиопия Она сейчас Агроматнейшая Эфиопия Но между Египтом И Эфиопией Там еще Есть страны И разговор То идет Об Эфиопах Которые Жили Именно Там В определенном Месте Где-то Теперь Они развились Там Где Центр Страны Эфиопской Забыл Как называется Ты помнишь Гандес Как Гандес Это Нет Как у них В Эфиопии Столица Не Абиссинь Это Целая Страна Это Кстати Она И была Называлась Ну Скажи Как Называется Сейчас Столица Я забыл Простить Не Адис Абби Столица Эфиопии Адис Абби Абби Все-таки Я вспомнил Адисабеба Они вокруг Столичного города Жили А до этого Там всякие племена Были Их тоже Надо было Просвещать А Александрия Александрия Это вообще На берегу Среднеземного моря Это Город в Египте Да Это египетский До него Адисабебы Не меньше Чем Четыре тысячи Километров Не менее Ну может Четыре Отличительные черты Этого Евангелия То есть Евангелие от Марка Ясность И отсутствие Всего Неудобов Разумительного Все более-менее Понятно Евангелие от Иоанна Считается Пренебесное И сложное Духовное И несоветчувственное Матфей Он писал Для иудеев Поэтому Приводил Пророчества А Лука Приводил Факты Ну а Марк Марк Вот Тоже факты О да Он яснее Краткое изложение Чтобы можно Было Как вот Если Я помню Когда я только начинал В общей Не пребывать Мне сказали Ты прочитал Евангелие от Марка Я говорю Почему Ну как Он уже Самая Маленькая Я говорю Да я вообще Всю Библию Прочитал О ну тогда С тобой Можно разговаривать То есть Для начала Человек Который Только Становится Христианином Вот Евангелие от Марка Коротенькое Вообще Прочитал И ты уже Знаешь О чем Говорю И с тобой Можно разговаривать Уже Он повествовал В простоте Просто Чтоб люди Понимали Он не Какие-то Там такие Вот как Нет-нет-нет-нет Во-первых Матфей Марк Лука И Матфей Марк Лука Это называются Синаптические Евангелия Синаптические То есть Приближенные Один к другому Они Один к другому Приближенные То есть Если допустим У Луки Там нету Кое-каких Вернее В Луке Очень много Притчей То у Марка И у Матфея Уже не встречаются Эти притчи Которые Есть у Луки Но Есть У всех Троих Притчи Которые Там встречаются Везде Во всех И у Марка Меньше всего Этого Вот в чем дело Но у него Зато кратко И ты можешь Быстро ознакомиться Поэтому Игна Тихоныч Для новоначальных Берет В третьем томе Евангелие От Марка Для изучения Пособия Для изучения Евангелия От Марка Именно Почему Самая короткая Но на примере Его Ты можешь Выставить Все Толкование Комментарии Толкования И так же Изучать Матфея Луку И Иоанна Потом Но Явно Сложнее всего Но у Иоанна Как раз там Некоторых вещей Вообще У Иоанна Там даже Не в притче Там не в притче Дело У Иоанна Там Во-первых Допустим Присуществление Говорится Только у Иоанна Практически Ну вот так вот Прямо Расписывается Подробно Только у него Если здесь написано Пейте кровь Мойного завета И так далее То там написано Господь Встречает И говорит Для чего Пить эту кровь Будете жить Вечно Для чего Есть тело Его Его тело Прямо Конкретно Не просто Тело Мое Ломимое В оставлении А именно Он объясняет Это 6 глава Почитайте Там начнешь читать И если ты Иудей И ты не веришь Что Человек может быть Богом А они не верили То никогда Ты это не придешь Они и не принимают Нет Иоанн Все таки Он много упустил Вот таких вещей Которые А там написано Почему он упустил Да Он это как будто Для него это казалось Да не в этом тело Там Там В предисловии написано Почему он упустил Потому что он Уже давно Давно Прочел все Евангелие Он Евангелие от Иоанна Написано После 35 лет Вообще После распятия Христа Он и писал Это перед разрушением Иерусалима Как раз Иудейская Началась война Как бы не повторялся Да Он чтобы не повторяться Он это Убрал И Описал то Чего Нету Предыдущих Евангелистов Вот в чем дело А кому-то он оставил Все равно Как он ходил Был в Галилее Был в этом В этой самой Как У этих У самаритян Был там Был там Был в Иерусалиме Он все это оставил Но То что он там делал И то что говорил Оно уже Духовное Чисто духовное Для того чтобы Люди могли понять Что Христос был Бог И когда ты читаешь В Англии Там явно прослеживается Не мог Пророк Говорить такие слова Да он не молился Практически никогда Если молился Тут для нас Что бы показать Ему зачем молиться Кому Самому себе что ли Притом настоящий Евангелист Почти сходен С Матфеем Ну как он Там факты И там факты Только более Кратко выложены Изложены Изложены Да Кроме того Что короче А Матфея Пространее И что Матфея Вначале упоминается О Рождестве Господа По плоти А Марк Начал С пророка Иоанна Отсюда Некоторые Не без основания Видят Следующее Отсюда Некоторые Не без основания Видят Следующее Знаменование В евангелистах Бог Сидящий На херувимах Который Писание Изображает Четвероличными Об этом Говорит Пророк Иезеки Первая Вторая Глава Преподал нам Четверообразная Евангелие Оживляемое Одним Духом Итак У каждого Из херувимов Одно лицо Называется Подобным Льву Запоминаю Другое Другое Подобное Кому Мы же проходили Это Да он скажет Он скажет Валу Дайте Это четвертое Ну и еще два Говори От Марка Подобно Ору Не надо Он тебе скажет Даже почему А Матфея Человек Молодец Он тебе даже скажет Почему Не надо с ним спорить От Марка Орлов Два толкования Есть Одно Говорится Орел Это Ян А в другом Толковании Говорится Что это Марк Потому что Он начинается С пророчества Правильно я говорю Видишь я правильно сказал Он говорит Начинает о пророке А пророк Это тот Кто прозерцает С высоты Как орел Но с другой стороны Говорится об Иоанне Что Иоанн Настолько Его духовное Евангелие Что Оно как орел Парит над всеми Другими Небес Да С небес Но с другой стороны Евангелие от Иоанна Это у нас кто? Лев Потому что он такой же царственный И все начинается С Ну Как Нечтали О Боге Говорится О его царстве Да Царстве Небесном царстве Поэтому как о царстве А в другом Говорится Что царь Это Лука Это вот здесь Наверное Да? Вот давай сейчас Значит Одно лицо Называется Подобным Льву Другое Подобным Человеку Третье Орло А четвертое Тельцу Так и в деле Евангельской проповеди Евангелие от Иоанна Имеет лицо Льва Ну вот видишь Вот Ибо Лев Есть образ Царской власти Так Иоанн Начал С царственного Владычественного Достоинства С божества Слова Сказав В начале было Слово И слово Было Бого Евангелие от Матфея Имеет лице Почему? Потому что все начинается С плотского рождения Христа То есть родословие Плотское Человечное слово Евангелие от Марка Сравнивается Орлу Почему? Потому что Начинается С пророка Иоанна Ну Плестителя Потому что он прозревает Пророки всегда прозревают А дар пророческой благодати Как дар острого видения И прозрения В отдаленную будущность Можно уподобить у орлов То есть он далеко видит Иоанн как бы далеко видит Вперед в будущее Только временное Да, временное О котором говорят Что он одарен Самым острым зрением Так что он один из всех животных Не смежая очей Взирает на солнце А, да Еще это есть На солнце Да То есть как бы Иоанн Как предтеча Христов То есть Прозревал даже Самого Бога Вот То есть Открытым оком Ему духовно было Открыто Открытым оком Странно Об этом говорил Только Валаан Да Который потом стал предателем Он тоже был Валаан Правда Он увидел Во Христе Это солнце Правды Бога Из Евангелия От Луки Подобно Волк Волк Телец Да Почему Потому что Телец Самый жертвенный Большой жертвенный На приношении И все начинается С Захарии Как он Жертвенник Там Все приносил Ну как Рочитай там Евангелия От Луки Подобно Тельцу Потому что Начинается Со священнического Служения Захарии Как будто Прочитал Да Возносившего Фимеан За грехи народа Тогда Приносили В жертву И Тельца Вот так Вот Не зря Это мы Этим летом Проходили Гляди Как они запомнили Ну это Такой У нас Целое занятие Часа два Мы посвятили Разбирали Все это И вот Видишь Запомнил Сколько Два месяца Уже прошло Сосуд был Здесь На вас готов Нет Это мы там Были Нам там Никто не мешал Мы там Целыми часами С ними беседы проводили В лагере Так называемом Так а вы были же Вместе с этим Тарасом С Тарасом Они были И я У нас там было Три дня До того Как все соберутся И мы там Вдвоем Мы там занятия проводили Каждый початый час Хорошо Но у нас тоже Рыбалка Это занятие Здорово было И там место было Для того Чтобы остановить И главное Нам никто не мешает Вот в чем дело Я ангел помогал Только никто не записывал У нас Занятия хорошие были Я там их учил читать Учил читать Нестор Нестор Я ему замечание сделал Прослушал У него такое впечатление Как будто его Тут кто-то крючком держит Не дает Не дает читать ему Гальки Вроде Нет Нет Не это Ему не это Ему нужно Раскрепостить Мысль свою Такое впечатление Как будто он Не стесняется А не уверенно Смотрит текст В чем дело Это еще Здесь В голове Галька ничего не даст У него хороший голос У него Дикция хорошая Но он Как бы Не стесняется Нет Это у него комплекс Как будто какое-то Волнение у него В произнесении слова И он тормозит Я ему посоветовал Как можно чаще читать Они у меня там Мы читали Я читал Потом Тарас Потом Нестор Потом наоборот И вот читали Один и тот же текст Кто лучше прочитает И кто? Ну кто? Помнишь мы с тобой Ваш скромный раб Вложение я Просудовно повторяю Ну что ты сравниваешь Или деник Потом дикцию Ставили ему тоже Ну-ка скажи Скажи Внимание Внимание Ну как Внимание Внимание Говорит И показывает Москва Потеряю там Давай Как диктовал Левитан Я там как начал Внить Они Хватит Галя уже Выпало что-то Из рук А ну-ка Хватит Я говорю Ну я хочу Чтобы они дикцию А то они как Начинают там Говорить Не поймешь Гадес это Или подлец Язык заплетается Он не поймешь Вообще Мессер плохо Оформляет мысль Он когда говорит У него как будто Ксумбур какой-то Слушай Я тоже Ты должен Меня поучить Правильно Оформляет мысль Мне жена Не смогла За три цвета Это сделать Мысли сложно Изложить Свою Сформулировать Очень сложно А это нужно Правильно она говорит Иначе ты не будешь Задавать вопросы А ты если не сформулируешь вопрос Кстати у нас об этом Тоже были там разговоры Вопрос не сможешь Сформулировать И ты сам себе Не задашь его вопрос И ответа не получишь И это я страничься невеждой У вас должен один Только вопрос Пульсировать Верующий я или нет Как бы так сказать Чтоб дядя Игорь сказал Брат Ты верующий Вот это Меня бы так долбили Я бы уж давно Об этом только и думал Думаю Как бы так Обмануть этого дяди Игоря Чтобы Там все Все выучил А потом он скажет Да ты верующий Вот сегодня гляди Я уже мог бы сказать Глянь брат Какой у нас молодой Молодец да Это случайно прочитали Он ничего сейчас не читал То есть память какая А ну скажи Когда Александр Македонский родился Кто скажет из вас Год рождения Александра Македонского Смотрел Так ну ладно Ты потом скажешь Говори 533 Не 500 Давай еще Еще Сейчас 553 Нет 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 500 Это 23 ты правильно сказал Только не 500 300 300 А сколько он прожил 33 года Почти 33 Не дожил немножко На 33 летнем возрасте Помер 300 Не 500 Ты опять 500 Почему ты запоминаешь 320 Ну ладно Проработаем еще То есть у него память есть С этого начинается А скажи А что мы Александра Македонского вспомнили Мы читали Как там это Книга как называется Маковейская О Какая номер ее Первая книга Правильно Там рассказывалось Об этом Александре Александре Македонском Что после его смерти Он Государство его распалось На сколько Частей На 4 части Распалось И одна из них Была иудея И одна была иудея И там Что там началось У них Иудеи Некоторые Начали приносить Жертвы Язычникам Некоторые Те кто Отказывался Их убивали И детей Даже И тогда Восстали Маковей восстал Да Маковей Маковей восстал Тогда И зарезал Того Который Приносил Жертву Иудея И тот Который Посланец Был Царя Толомея И начались Называются Маковейские Войны Которые Очень долго Продолжались И победили Это Александр Македонский Все Почал И от этого Библия Начинает Говорить Об Александре Македонском А когда Это было Все остальное Там не говорится Мы узнаем Это по истории Это нужно Книга Маковейская Об этом говорит Протестантам Это не нужно Они сказали А нафиг Нам это надо И все Но мы то знаем Что надо Для чего Чтобы увидеть Как Евреи Дорожили Каждым Законом Божьим Каждым Камушком В храме Божьем Они дорожили Каждым Человеком Который верует В истинного Бога Какое Братство У них было И это Мы видим Для чего Да Успокойтесь Для чего Это нам нужно Чтобы нам Перенимать От иудеев Они же веровали Тоже Тоже Бога Истинного Перенимать От иудеев Их образ Жизни Перенять Понимать Их И полюбить Их Потому что Остаток Израиля Еще спасется Хоть они Христа Распяли Сейчас они Для нас Как антихристы Но Они придут К пониманию Христа Как Бога При антихристе В последние дни И будут На них Такие же Страшные Гонения Как и на нас С вами Православных До этого Еще должны Прийти Енох И Илья Не забудьте И должно Быть число 666 Кто имеет ум Сочти число Зверя Это число 666 То есть В ином Понимании Если мы все умные Это значит Что антихрист Перед кончиной Мира Перед тем Как он примет Всемирную власть Будет Будет Правителем Иудеи Понятно Сейчас мы можем Об этом легко Говорить Правильно Ну а то Что евреи Это и так понятно Из колена Данова Об этом Говорят пророчества И слова Божии Говорят Вот так А когда нам Это дождаться Сейчас уже В интернете Показывают У нас В России В банках Ставят печати На лоб И на руку И печати Эти В ультрафиолетовом Свете Горят Таким Серебряным Пламенем Прям На лбу И показывает Человек Себя Глядите Что мне Там аппарат Такой Говорит Садишься Голову Опускаешь Они тебе Вот так Прилепляют Сюда И на руку Так Кладут Что-то И все Говорит 20 секунд Сидишь Не больше И потом Иди И Тебе Даже Не надо Никуда Прикладывать С тебя Прям Считывает Аппарат Он у них Стоит На входе В банк Ты подходишь Ей только Тебе нужно Сказать Что ты Делаешь Операцию Нажимается Кнопка И Вот У ней В компьютере Все есть Оператор Все уже То есть Вот в том Виде Как все Боялись Это уже Все есть А где Антихриста Ну все Уже Печать Есть А Антихриста Нет Почему Потому что Ты можешь Пойти в магазин Купить Продать Не в магазин На рынок Приди к бабушке Купить Продай Еще денег Не будет Еще много Чего будет Впереди Еще даже Голода Великого Не было Если только Не говорить Про голодающих Детей В Африке Помните Этот юмор Говорят В Африке Дети не допивают И не доедают Все что Они допили И не доели Присылайте К нам На Украину Мы допьем И доедим Голодают Голодают Почему Голодают Надо Что же Думать Почему Голодают По каким Причину Не потому Что еды Нет А потому Что туда Не подвезли Там дорог Нет И так далее А еда Есть Еды Полно Переизбыток Ее А когда Будет голод Действительно Негде Будет Взять Не потому Что там Войска Перекрыли Тебе Потому Потому Что Нечего Будет Есть Вся Рыба И сдохнет В крови В этой Кровавых Реках Земля Не будет Плодоносить Вернее Там Две Третьих Растений Погибнут И так далее Люди Даже Умирать Не будут Люди Еще не будут Умирать Написано Массово А будут Только нарывы На людях А перед этим Животные Будут умирать То есть Господь Будет Все поэтапно Делать Чтобы люди Покаялись Увидев Никакой Души Потом Животных Которые Душу Имеют Рыб Животных А потом Начнутся Болезни На людях А потом После того Как на людях Будут Страшные Язвы Люди Начнут Умирать Сначала От Великой Войны И Написано Погибнет Две Третьих Человечества Вот Что Будет А то Еще Ничего Нету Еще За вас Не взялись Вы уже Побежали Как У нас Был Роман Вернее Три шестерки Штрих-код Штрих-код На штрих-коде Попались Такое впечатление Как будто Прочитали Только Тринадцатую Главу Седьмой Стихи Все На этом Застылись А где Притеча Антихриста Еще Он тоже Будет Такие Челеса Творить Что Там Их Все Знать Будут Вот В чем Дело Так Еще До Этого Будет Десять Царей То Всего Будет Десять Государств А сейчас Сколько Государств Много А где Храм В который Он Восядет Соломонов Еще Не построили Еще Не построили Вот так Еще Мечети Это Я так Только На скидку Говорю Там Еще Всего Столько Много Все Государства Объединятся И Десять Государств Будет Всего Почему Написанного Антихриста Будет Десять Рогов И семь Голов На них Вот Когда Ты Даже Представь себе На голове Его Диадема Из десяти Рогов И семи Голов Вот И там Что-то Такое Рисуют Пытаются Нарисовать Ну наши Предки Рисовали Непредставимо Даже Сейчас Давай Как бы Ты Графикой Изобразил Диадему С десятью Рогами И семью Головами Даже Так Прикинешь И думаешь Ну так Рога На рогах Что ли Голову Будет Или как Как будет Никто Не понимает Это же Духовно Духовно Десять Рогов Это все Десять Сильных Царств Которые Составляли Власть На земле Они все Будут На его Голове Одна Диадема Будет То есть Он будет Объединять Объединять Все десять Государств Которые Тогда будут Составлять Правительство Этого Мира Десять 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 А семь Голов Это значит Что семь Правителей Сами Отдадут ему Власть Придут И отдадут Ему Власть Ты самый умный Ты самый Нужный Мы тебе Отдаем Власть И он их Оставит Там Правителями Они будут Его вассалами От его имени Будут А троих завоюют А троих завоюют И эти трое Придут с севера Догадайтесь Одного раза Кто это Три государства С севера Россия Европа Америка И Китай Европа Вместе с Россией Будет Конечно Куда она От нас Денья Что юмор Понятен С привелики нации Ну я так предполагаю Что можно еще предположить Будет ли еще Америка Она отдельно Там Такой остров Небольшой получается Ну может и не будет То есть еще и такие катаклизмы Да не дай бог Дожить До этого Когда все начнется Она даже будет еще остаться верным Христу А ведь он начнет по полной программе Истреблять верующих Сначала будет Сначала будет ласковый Нежный Все такие растают Сердцем Скажут Ой Да нежнее его нету Да правдивее его нету Будут говорить А потом Когда Наступят три с полной года Его всемирного царствования Тут то и начнут Крутиться Там еще интересно написано Как И На крыле храма Мерзость Запустения Да На крыле храма Мерзость Запустения То есть с одной стороны Как бы что такое То есть его статуя Будет стоять На одном из крыльев храма Ну как Говорит Стань на крыло храма Поставил его Говорит Бросься вниз Помните Так вот Видать там В том месте Куда он хотел поставить Христа Будет его статуя Стоять Ну этого А один Один Толкователь Но западный Католический Предложил так что Предложил такое толкование И На крыльях мерзости Придет опустошитель Понятно? На крыльях мерзости И как раз это говорит о том Что он будет Обладать Великой силой Войск То есть у него будет перемещаться Они на каких то аппаратах Летучих Ну как у нас сейчас Самолеты и так далее Вертолеты Но будет еще мощнее аппарат И вот он сам будет на нем Перемещаться на таком аппарате По всей земле Ну Властитель Вот сейчас Путин Видите куда летает Туда полетел Его постоянно нету Это же долгая история В 66 лет Поэтому у него будет образ зверя Еще вдобавок ко всему Образ зверя будет говорить И действовать Как сам зверь И если ты не поклонишься ему Кто ему не поклонится Он будет убиваем Устами уст Нет Устами уст Это будет Убить сатана И из уст Будет выходить пламя И пожрать Противников Ильи и Иноха А у него нет Не из уст Там ничего Просто написано То образ зверя Будет убивать То есть получается Что у каждого из нас В доме Или прям где-то рядом Будет какая-то Установка Гаджет Какой-то Я сейчас могу назвать Который будет Вот за тобой следить Проект сыры Вот это Если ты не молишься ему Прямо Не произносишь его Славу Его молитву Или что он будет Тебя убивает Тебя Ты будешь убит Вот в чем дело То есть печать Еще не просто Так будет ставиться Это все будет Уже как-то известно Ты будешь Весь как на ладони Перед ним Телевизор 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 Это просто Это покажется Раем Это телевизор Телевизор Включайте И смотрите Программу спас Историческую программу Животный мир Там где можно Многое почерпнуть Животный мир Смотришь Да просто невероятно Восхищаешься Творениями божьими Как люди этого не видят Все видят Почему Жучки Паучки Видят Это восхититься Не могут Восблагодарить Господа Вчера смотрели С Мариной Это Невероятные спасения Животных Своими же сородичами В Индии У них там Поезда Ходят Много-много Вот показано Рельсы С одной стороны Люди стоят на перроне С другой ждут А обезьяны Обезьяны бегают Везде Ну они обезьяны У них там столбы Эти электрические Они по этим столбам И одну обезьяну Бьет тохом И она падает На рельсу И лежит Бездвиженно Видно вот такая Ну все А ее снимают Как раз там стоят Видать эти люди Ну как туда же Не побежишь Там рельсы идут Ну ясно Мы бы тоже не побежали А другая обезьяна Раз 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 К этой обезьяне И вот так вот И вот Начала трепыхать Туда и сюда Вот так прям Как-то через себя Что-то там Короче Как искусственное дыхание Что-то делает Смотрит на нее Прям повернет ее Вот так вот Опять Долго так И потом А там У них стоки идут Водные И там вода Видать Дождь или что Прошел И она А она прям Эту обезьяну Прям в эту воду Запихала И туда ее мочит Вот так в воде И что-то с ней Произошло с этой обезьяной То ли давление Вот воды То ли что она давила И она его В очередной раз Вытащила обезьяну Бум Глаза открыла И говорит Глядите Сейчас она дальше И она открыла Глаза на ее Вытащила Посадила Обезьяна такая Ну видать Как долбанула ее Задышала Кажется Сидит дышит Ничего Она и руку подняла Эту лапу подняла Эту одну Вторую вот так Подмышки Ее раз раз Потрясла Та такая Начала Смотреть И потом Стала И как На этом Под столбом Убежали туда Думаю Как странно И там Как бы Комментарии Говорят Обезьяны Как они Вообще Относятся К смерти Своих сородичей Вот этот Пример нам Показывает Что они понимают Что такое смерть Что это остановка Навсегда И ты больше никогда Своего любимого Существа Не увидишь То есть надо что-то делать Нет Но как она догадалась Что ее долбануло Током И что ее надо Что-то оживлять Или это она просто Случайно Вот это все Подбрасывало Там что-то там Мяло У человека Думаешь увидела Вот это обезьяна Я не видел Как бьют Электрическим током Человека Я не видел Хотя я проходил Технику безопасности Нам объясняли Там провода Как В какое расстояние Как их отбрасывать Палкой С какого расстояния Подходить Когда Когда мокро Когда не мокро Как босиком Или обутываем Все это объясняли Но я никогда не видел Чтобы Билая Тут обезьяна Она ходила И смотрела Ну-ка где там Током кого ударила Подсмотрю Где понадобится Не проходит Нет уж дорогая Что-то тут не в этом дело Я видел сам лично Как Ну как бы Отступление такое Видел лично Как Мыш Одна мышь Спасала Свою сородичь Сородичь Ну тоже мышку Маленькую От землеройки Землеройка Такая Знаете С носом Большим Она побольше Чем мышь И она Какую-то мышку Укусила За шею И мышка Короче Раз вот так Свалилась А другая Побольше мышка Выскочила Короче Эту землеройку Ударила Землеройка И убежала И она Эту мышку Потащила Ее побегала Потом раз И чуть-чуть Утащила Так что А утащила Может она ее там съела Не Она такая же Точно мышка Да Нет Ну почему По крайней мере У крыс Практикуется Съедание Своих сородичей Которые более слабые Которые Собак тоже Ну может быть Может быть И так тоже Не дали мне даже Подумать о любви У мышек Сразу Вы такие Крыса Вообще иерархия Интересная Королева крыса Вообще может убить Детей У другой крысы Чтобы эта крыса Следила за ее детьми Это называется Тетушиство Вот крыса Вот крыса Еще Подобным образом Поступают кролики Но только они Не убивают Детей своих сородичей Они наоборот Если К себе забирают Нет Если крольчиха ушла Искать себе еду Потому что у нее нету молока А у этой есть Мне наоборот Больше нравится Они приходят К Она приходит К ее детям Кормит их своим Аллаком И уходит к своим Потому что мы называем кролик Не скажем кролик А крыса Сразу Никто не говорит Крысачка Крыса Она кролика Спокойно говорит А мышь Говорят всем Мышь Мышь никто не говорит С каким-то там Ожесточением Потому что она маленькая мышь Все равно пролезет где-то И что-то сажает Поэтому ты уже знаешь Это мышь А мы кормили Специально Даже вот когда Начинаешь Произносить В общежитии Нам потом Влетело Так Это мы начали Из Евангелия От Марка Не ну Что сделать Начали И кто что Начали Из Евангелия От Марка Давайте Время Давай Помолимся Евангелие Закончили Укрышение Да Достойно Есть Якова Истину Уложить Детя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херурим И Славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слово Родшую Сучую Богородицу Тя Величаем Благодарим Тебя Господи За великие Милости Твои Благодарим Что мы Сегодня Собрались Здесь Еще раз На молитве Тебе Господу Твоцу Это Мирное Время Благодарим Тебя Господи Что Дарим Еще людям Приходить К Тебе И Многим Людям Помоги Господи Что Все мы Верующие Братья Сестры Наших Общин Все Верующие Тебя Устояли В этой Нелегкой Жизни От Грехов И Сатанинского Мечтания Преодолели Все Все Грехи Господи И С Тебе Наследует Царство Которое Ты Даровал Верным Твоим Слава Тебе За Все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Аминь